Девушки отдыхают В предыдущих двух этапах Moscow Classic Grand Prix я уже говорил в предыдущих программах, сейчас вообще про весь чемпионат, в том числе вместе с третьим этапом. На первом этапе было очень классно, потому что автомобили были максимально ровные и близки друг к другу соперники по силе. У нас была постоянная борьба и сказать, кто точно будет лидером на этих гонках практически было невозможно. В нашем классе от Твери едут я и Кирилл Булатов, 48-я и 123-я машина. И было очень приятно, что на первом этапе у нас была возможность ехать достаточно быстро, навязывать борьбу с соперником. Мы держались вместе все в лидирующей группе. Кого-то разворачивало, кого-то были нервы. В общем, действительно был максимально интересный этап. Кирилл даже поднялся на третье место, что нам на самом деле придало им уверенности в том, что чемпионат будет неплохим, будет интересным. И мы сможем его завершить на неплохой, высокой ноте. Но! Второй этап просто его перекрестил весь этот чемпионат. У нас не было темпа, у нас не было скорости. Второй этап на моей машине вот собрал максимальное количество всех технических неполадок, поломок. И все, что могло сломаться, отвалиться и, в общем, не работать, все было на моей машине. За этот второй этап я получил ноль очков. И плюс еще, я выходил на последнюю гонку, когда уже все разобрались со всеми техническими неполадками на второй гонке. Мне так не повезло на старте, что под дело Волга я улетел в Москвич, и машину пришлось наполовину переваривать. А у Кирилла на втором этапе было тоже что-то такое непонятное. 123-я машина на втором этапе ехала нормально, ехала хорошо. У нее практически не было каких-то там технических проблем, но скорости не было. Случились стандартные жгули. Если в нее не лезть, она будет ехать долго, но не быстро. И буквально перед третьим этапом пришла потрясающая новость, потрясающая с обратной стороны до глубины души. Наш чемпионат был обезглавлен. К сожалению, Екатерина Шапошникова ушла из жизни. На самом деле, факт до сих пор пробирающий до мурашек. Мы не знали, на самом деле, как что делать, как реагировать. И новость была просто ошарашивающая. Но чемпионат должен был продолжаться. Вот это едва упавшее знамя Шапошниковых и знамя питерских гонщиков подхватил никто иной, как Николай Шапошников, отец Кати. И на самом деле, вот этот подвиг сесть в машину дочери и завершить начатое ей, довершить до конца доехать этот чемпионат, это действительно сильный поступок. Это отцовский подвиг, я бы так сказал, на самом деле. И на самом деле преисполнен громадного уважения силе и мужества этого человека. И, надо сказать, у него все получилось. Нужно отдать должное этому человеку, потому что он в своем классе, в Жигули 1600, вел борьбу за лидирующую тройку. И, как бы, подхватить еще и лидерство класса стандарт было непросто, потому что он заканчивал свою гонку в 1600, потом буквально пересаживался в машину дочери и гнал уже с нами в нашем заезде. К сожалению, на втором этапе ему сильно не повезло, у него у машины на первой гонке были какие-то постоянные проблемы. Несколько раз заезжал в Коксе, менял ремни генератора и закончил гонку, по-моему, последним составанием два или три круга. Но закончил, получил очки за эту гонку, так или иначе, еще чуть-чуть более обезопасив лидерство Шапошниковых в нашем классе. На второй гонке у него пошли дела получше, на старте буквально прошил весь пилотон вплоть до второй позиции и уже догонял лидера. Если честно, то гонка Шапошникова на последней гонке – это просто подвиг отца за дочь, догнать и обогнать ее класс и сделать Катю двукратным чемпионом. В Московом классе гран-при, в классе стандарт, к сожалению, второй раз посмертно. Что касается нас, у нас вообще ничего не получалось. Перед этапом Москов-классе гран-при развернули всю конфигурацию в обратную сторону и мы ехали по часовой стрелке, как в Мечково не ездили уже, наверное, лет последние десять. Плюс еще у нас перед гонкой мы собрали максимальное количество всех неприятностей. Мы попали в аварию, пока ехали на гонку, пока везли гоночную машину. Естественно, мы опоздали на тренировку. Пятница у нас пролетела в стоянии в пробках, плот пролетела прям, да, так, что мы стояли в пробках. А уже на автодроме не было темпа у двух машин из Твери. Ни у меня, ни у Кирилла. Мы ехали буквально секунду в секунду с разницей там в 0,4-0,5. В разных гаражах построенная машина, разные стили пилотирования, в одно и то же время едем. Как это может быть, непонятно. Ну, максимум секунда, это, ну, как бы, ну, в общем, мы ехали максимально в одинаковом темпе. Об этом говорит вторая, первая гонка, когда я пропустил Кирилла, думал, что у него получится ехать быстрее, а он ехал передо мной, и я не отставал. Мы ехали вот такой вот с летаной парой, что на самом деле меня удивило. Что было? Стабильно ехал, не ломался. Воспользовавшись неудачами соперников, Кирилл смог отстоять третье место в своем классе, пропустив вперед соперников всего лишь на три очка. Ну, как бы, по бумаге результат третье место в чемпионате у Кирилла, да, у меня последний, потому что у меня не было второго этапа, да, там, бараночки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока.